Улица 65 лет победы. Еще недавно здесь шел ремонт и вот наконец проезд открыли. Протяженность дороги более 500 метров от улицы Энтузиастов до Семенова. Местные жители уже оценили саму дорогу, новые велодорожки, зеленые насаждения, освещение. Оценить объект решили и губернаторы региона вместе с главой города. Виктор Томенко и Вячеслав Франк обсудили, как в целом развиваются новые кварталы в индустриальном районе. К слову, за пять лет здесь ввели в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. И это далеко не предел. Это огромный градостроительный потенциал. Миллион квадратных метров при завершении строительства всех кварталов будет здесь. Значит, это 40 тысяч населения, примерно 16 тысяч семей. То есть это огромная территория, которая, безусловно, должна быть обеспечена всем необходимым с точки зрения социальной и инженерной инфраструктуры. Нужны и садики, и мы этим занимаемся, и школы, и поликлиника здесь потребуется. Поэтому продолжим внимание уделять. Мы здесь на краевом уровне. Деньги краевые подтягивают, деньги федеральные. А предусмотрено на данной территории строительство четырех школ на 3775 мест, шесть детских садов на 1800 маленьких жителей района. Также поликлиника, парк, магазины и многоуровневые гаражи и стоянки. В планах заняться дорогами. Власти намерены продолжить строительство улиц 65 лет Победы, Семенова. Также есть планы на улице 280-летия Барнаулы и Пагряны. При этом Виктор Томенко подчеркнул, что не стоит заострять внимание только на краевой столице. Задача наша такая – делать, конечно, и Барнаул таким современным городом, но и остальным городам края, и Бийску, и Рубцовску, и Алейску, и Заринску, всем продолжать уделять внимание. И не только городам, но и нашим селам. Работаем и думаем обо всем Алтайском крае. В ходе выездного совещания губернатор и глава города также проверили, как идет строительство моста на новом рынке. Помощь нужна какая-то? Да нет. Не отвлекайте, дайте. Дайте работать. Вы смотрите, ну в ноябре все ждут. Я думаю, что сильно поменяется ситуация транспорта. Напомним, ремонт расширит пропускную способность путепровода. Вместо четырех полос будет шесть. Также по мосту запустят трамваи. Для города и края это уникальный проект. На строительство впервые привлекли инфраструктурный бюджетный кредит размером более двух миллиардов рублей. На сегодняшний день объект примерно на 50% уже степень готовности. Но мы надеемся, что... Все надо делать, чтобы уйти в эти сутки. Чтобы уложиться, да. Мы понимаем значимость для города этого, для края объекта. Сколько будет он стоять и можно будет к нему не подходить? Ну, если старый у нас простоял больше 50 лет, это точно не меньше простоит. Судя по тому, какие конструкции... А старым внукам получается? Да, какие конструкции мы видели, разбирали, какие сейчас строим. То есть сейчас здесь все гораздо масштабнее и прочнее. У нас здесь подсейсмонагрузку под 7,5 баллов рассчитано. Ну, тогда право мы там начнем. Да. Кстати, параллельно сейчас идет ремонт моста и в Наукограде. Сегодня там организовано реверсивное движение. И этот проект уже важен не только для бейчан, но и для тысяч туристов, которые ежегодно едут транзитом по Чуйскому тракту. Ремонт завершится почти одновременно с Барнаульским мостом в октябре. Ну, а мост на новом рынке планируют сдать в срок в конце ноября. Основные работы и неудобства уже позади. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.